Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Роберт. Я менеджер по развитию ключевых клиентов компании ASG. Хочу рассказать вам, как мы используем данные с портала поставщика. Немного расскажу о нашей компании. Алкогольная сибирская группа является одним из крупнейших производителей алкоголя. Компания входит в первую четверку производителей водки. Основные наши торговые марки – это Белая Березка, Хаски, Пять Озер, Сибитер. Наверняка вы их встречали у себя на столах, в холодильниках. Наша водка Пять Озер в 2022 году стала первой среди российских водок в мировом рейтинге брендов миллионеров. Поддержу наших партнеров. Мы с ними работаем давно, с компанией «Магнит». С самого начала, с компанией «Ритейл-сервис» мы работаем более двух лет. Видели все этапы развития и готовы дальше с ними сотрудничать. Хочу на этом слайде показать вам то, что мы видим для нас как поставщика. Что именно мы видим? Первое, то, что здесь не показано. Мы видим одни и те же данные с нашим байером, с нашим логистом. Вы на одних цифрах. Вы знаете, что. Вы ему показываете, где. Что болит. И он видит это то же самое. Это самое положительное, что мы видим. Первое, то, что мы видим увеличение, согласование увеличенных объемов на промо и управление прогнозом регулярных продаж. Я дальше покажу, как это действует. Контроль полочных цен. И мониторинг, где возможно где-то есть вылеты по регулярным ценам, где-то не запустилась промо. Здесь вы тоже видите, вы не можете посетить все 17 тысяч магазинов одновременно. Здесь благодаря данным вы видите все. Сразу нажимая три кнопки, вы видите все. Каждый магазин, каждый из каю, где, как у вас, что действует. По какой цене у вас продается, вы это видите. И если нужно, поправляйте. Через менеджера. Дальше. Контроль исполнения матрицы и контракт. Как и говорил Сергей, все вы понимаете, согласовывается контракт, есть определенная привязка, торговая точка. И с каю, но оно где-то, что-то пошло не так, что-то нигде-то не это. Менеджер, который ведет вашу сеть, у него большая нагрузка. Как мы с Сергеем пообщались, у него 15 поставщиков. У каждого поставщика еще тысяча номинований. Плюс еще на каждую торговую точку. Естественно, нужно, кто это подсветит? Вы. Откуда взять данные из портала? По-другому никак. Не объедешь. Не объедешь 17 тысяч. Не сделаешь ничего. Следующее. Да, исполнение. Исформирование полевой команды по остаткам в торговых точках. Что мы делаем? Берем данные из портала поставщика. Лак один день. То есть сегодня у меня есть деньги, данные есть за предыдущий день. Я эти данные пересылаю своей торговой команде. Приходит мерчендайзер. Смотрит, какие у него должны быть остатки. Он видит, что ему искать в ролете. Он видит, что ему искать на складе. Он идет и вытаскивает этот товар. Если у него есть виртуальные остатки, он сигнализирует, что нужно их поправить. Да, идет к менеджеру магазина, к директору. Они вместе поправляют. Списывают виртуалку. Дальше. Совместный контроль остатков на РЦ и ТТ. Контроль МПО. Это вообще отдельная история. Большой кейс. Что мы делаем? Выгружаем каждую неделю остатки на торговых точках. Смотрим, где нулевые. Сравниваем с продажами за неделю. Выгружаем, какое должно быть МПО. Сами высчитываем. И подсвечиваем менеджеру, который пополняет ТТ, где конкретные точки ему нужно поправить МПО. Менеджеру, который ведет у вас ТТ, пополнение, ему не нужно массив весь перегребать. У него очень много поставщиков. Вы конкретно подсвечиваете каждую торговую точку, каждую СКЮ, в разрезе СКЮ. И говорите, вот здесь поправь, а здесь не надо. Также по РЦ идет раскладка СКЮ, РЦ, на сколько дней хватает. Сами все рассчитываем, когда подсвечиваем конкретно, где на каком РЦ, какую СКЮ нужно заказать. И это нам позволяет оптимизировать частоту поставок. Да, мы знаем, где и в какую сторону, на какой РЦ у нас поедет машина. Она будет полной, неполной, загруженной, все остальное вытекающейся дальше данной. Но, естественно, не могу сказать, что получает из-за этого ритейл. Ритейл – снижение аутостоков. Контроль. Потому что мы взяли на себя, контролируем все. Ему не нужно держать огромное количество товара. Наверняка каждый из вас сталкивался. Где-то в каком-то магазине приезжает 100 коробок, в какой-то магазин одна коробка. Это не может проконтролировать один человек, который занимается пополнением торговой точки. Вы занимаетесь этим в него. Мы пошли по-другому. Мы ему помогаем, мы ему подсвечиваем конкретно, где и что нужно поправить. Это освобождается его рабочий капитал. Дальше. Двухсторонний анализ расчетов объемов подпрома в разъезде с Каю. Это я посвящу дальше. Немножко запомним, что это такое. Можно передать контроль остатков и сфокусироваться на продажах в торговых точках. Это то, что я объяснил. То, что мы взяли на себя. Контроль. На РЦ. На торговых точках. И люди просто непосредственно продают свое. Максимализация уровня сервиса на РЦ от поставки и от РЦ до ТТ. Мы здесь видим, какой уровень сервиса. Не только внешний. То есть от поставщика на РЦ. От РЦ до ТТ. И подсвечиваем. Давайте вместе разбираться. Приходим к своему логисту и говорим, давай вместе разбираться, что такое. Что не так? Давай вместе поправим. И поправляем. Здесь я хотел как раз рассказать, как проходит формирование заказов в торговой точке и наша совместная работа на основе данных портала поставщика. Вот вы видите, как проходит. Сначала анализирует магнит свои остатки. Дальше формирует свои заказы. Размещает согласованно к своему графику. Доставляет на РЦ. И идет отгрузка в магазин. Где вмешивается здесь поставщик? На основании данных. Мы вместе с ним точно так же анализируем, где у него не хватает товара. Мы подсвечиваем конкретную позицию, на каком РЦ. Они формируют, либо правят автозаказ. Да, вручную. Размещают заказы. А мы им подсвечиваем то, что коллеги, то, что вы заказали, заказ будет через елю, не хватит. Давайте мы его форсируем и привезем через три дня. На конкретной РЦ. Конкретной СКЮ. И это работает. Здесь хочу рассказать на этом слайде вам, как шаги по корректировке промо-объема. Мы получаем информацию о прогнозных закупках от менеджера по промо. Но менеджер по промо на нашей практике, он все время берет промо последние три. По каждому СКЮ, который у вас участвует. Так как у нас есть данные портала поставщика, мы берем шесть последних промо. Исходя из одних, делаем прогноз продаж. Да, высчитываем, сколько будет подвязано торговых точек. Сколько ВПО на каждую торговую точку, средние, было в предыдущие промо. Делаем аналитику, сверяем с ними данные. Корректируем их, как правило, в большую сторону. И отгружаем увеличенный объем. Спасибо.